В этом выпуске Привет, мой милый друг! Как уже понятно по названию ролика, я решил сочинить сказку про Машу и Медведя. Когда узнал, что вышла новая сказка. Только это не тот добрый мультик, который мы все привыкли видеть по телевизору или в ютубе, а сказка, в которой нам придется немного попереживать и немного улыбнуться от всей этой истории. Ну а перед тем, как начать, я бы хотел для начала попросить сделать вас три простые вещи. Первое – это подписаться на канал, второе – поставить лайк под этим видео и третье – нажать на колокольчик. Сделали? Тогда приступаем! Мария, пора вставать! Услышала голос мамы Маша. Девочка открыла глаза. Но ей еще хотелось поспать пару минуточек, но мама сказала. Сегодня мы едем за грибами, помнишь? И у девочки сразу отошел сон, ведь она уже давно хотела поехать в лес с мамой и папой. Тем более, недавно папа рассказывал, как там красиво и как здорово они там проведут время, расхаживая по сухим листьям и рассматривая осеннее лесное царство. Ура! Лесные поганки! Сонливо вскрикнула Маша и спрыгнула с кровати. Тут заходит в комнату папа. Поганки мы не собираем. Все грибы сначала показываем мне, а я потом сфоткаю и отправлю фотки дяде Поле. Он разбирается в грибах. В общем, сейчас кушаем, собираемся, одеваемся по погоде и едем. Маша была словно на иголках в предвкушении лесной прогулки. Что ж, когда они собирали вещи, она бегала словно угорелая. То за кофтой, то за штанами, то за шапочкой. И вообще, Маша была очень энергичной девочкой. Все делала она, так сказать, на бегу. Они собрались и выехали на пикапе в дорогу. Маша смотрела, как в окне машины мелькают дома, столбы, другие машины, люди. И она спросила. Пап, а кто живет в лесу? Ну, в лесу живут белочки, ежики, зайчики, кабанчики, волки, мишки. О, мишки? Это как мой плюшевый медвежонок? Да, только чуточку побольше. Улыбаясь, сказал папа. И вот вскоре за окном, Маша уже видела только деревья, росшие вдоль дороги, а за ними поля. В один момент, папа свернулся с вальта на какую-то проселочную дорогу и, прыгая по ямам, поехал дальше. Какая-то здесь кривая дорога. Папа ехал еще какое-то время, пока вскоре они не добрались до самого леса. Они вышли из пикапа, и Маша взглянула на высокие деревья, стоявшие перед ними, которые словно перешептывались между собой, шлестя листьями. Чувствуете? Чувствуете? Тишина, сказал папа. Маша принюхалась и сказала. Пап, ну ты глупый, тишина не пахнет. Так, берем корзинки и вперед, сказала улыбаясь мама. Они зашли в лес, который казался Маше таким интересным и веселым. Кругом было столько листьев, которые весело хрустели под ногами, когда она бежала. Вокруг было столько палок, которые девочка брала и бросала куда хотела, ведь в городе так не сделаешь, да и палок там не сыщешь. Маша веселилась как могла. Смотрите, я нашла гриб! Вдруг вскрикнула девочка и принесла красный гриб с белыми пятнами. Это мухомор, и он несъедобный. Терь! Помощилась девочка, высунув язык, и бросила гриб. Маша не могла нарадоваться такой необычной атмосферой. Все было для нее новым и неизученным. Пока родители набирали грибы в корзинку, девочка бегала то к одному дереву и что-то там ковыряла, то к другому, то к муравейнику и со словами Какие маленькие муравьиши! Убегала снова. Родители же усердно искали грибы. В руках у них были какие-то палки, которыми они шуршали листьями в поисках грибов. Маша, увидев это, тоже нашла палку и начала копать, сама не зная зачем. А зачем мы копаем? Может, надо было взять мою желтую лопаточку? Мы ищем грибы, сказала мама. Они прячутся под листьями, поэтому их надо разворошить, чтобы проверить, нету ли там чего. Значит, прячутся? Так я же люблю прятки! Радостно вскрикнула девочка и как давай кидать палкой листья туда-сюда, что аж кусок земли долетел до папиного лица. Маша, хватит баловаться! Сердито сказал папа, протирая глаза. Девочка нахмурилась, что папа сделал ей замечание и отошла от родителей, пытаясь найти грибы подальше. Маша очень хотела найти свой первый гриб, чтобы доказать, что она тоже их собирает. Но грибов, как назло, нигде не было. Маша быстрыми шагами шла-шла, пока не остановилась и не осмотрелась кругом. А где же мои мама и папа? Подумала девочка, развернулась и побежала в сторону, откуда пришла. Девочка бежала туда, где, как она думала, находятся ее родители. Но так как все деревья вокруг казались одинаковыми, Маша не понимала еще, что бежит не туда, откуда пришла, а совсем в другую сторону. И так бежала она, пока не устала. Девочка, тяжело дыша, решила крикнуть. Мама! Эхо в лесу несколько раз повторило голос девочки, и Маша прислушалась. Никакого ответа не было. Мама! Вновь повторила она, но безрезультатно. Девочка, оглядываясь налево и направо, а то и вовсе обернувшись, она крутилась кругом и не понимала, куда ей нужно бежать. Ее охватило чувство паники, и Маша начала рыдать. Топчаясь на месте, она резко побежала куда-то и все время кричала. Мама! Мама! Она не переставала плакать, и что самое страшное, девочка даже понятия не имела, куда нужно бежать. Так она бегала до тех пор, пока вовсе не свалилась на землю от усталости и безнадеги. Мама! Папа! Уже тихо, говорила девочка, сидя на холодной земле и не переставая плакать. Маша так долго плакала, что слезы уже перестали течь из ее глаз, и она затихла. В этот момент лес ей показался уже не радостным и интересным, а каким-то отталкивающим, мрачным и кошмарным. Деревья издавали звук, от которого у нее шли мурашки, а лесной ветер напоминал какой-то ужас, который папа смотрел по телевизору. Девочка сидела и смотрела вокруг, вертя головой, пока вдруг, недалеко от себя, она не услышала шелест листьев, будто кто-то по ним ходил. У Маши словно кострял ом в горле, и она пристально смотрела в сторону звука. Звук шелеста то пропадал, то снова появлялся. Как вдруг, к ней из-за дерева появился зайчик, который от неожиданности, что увидит девочку, аж застыл на месте. Девочка тоже сидела и не шевелилась. Ты кто? Вдруг спросил заяц. Я? Маша? Маша? В первый раз слышу. Ответил зайчик, приблизился и пристально начал разглядывать девочку, обходя ее вокруг и принюхиваясь. Странно, ты не похожа ни на волка, ни на лесу, ни на бобра. Ты птица какая-то, что ли? Нет, что ты, я девочка. Как интересно, а где твоя нора? У меня нет норы. Как нет? Может, ты в гнезде живешь? И гнезда нет, я живу дома. Дома? А ты не видел мою маму и папу? Нет, не видел. А куда они ушли? Это не они ушли, а я ушла от них. Сказала девочка и снова начала плакать. Эй, не плачь, не переживай. Давай я помогу тебе их найти. Маша сразу же перестала плакать и немного обрадовалась, что скоро найдет родителей. Как выглядят твои мама и папа? Ну, папа такой выше меня, а мама, она ниже. Ниже тебя? Нет, ниже папы. Так, я запутался. Кто выше папы? Никто. Ну, если только дядя Коля. Его мы тоже будем искать? Да нет, уф. А дядя Коля это тоже девочка? Господи, ты издеваешься что ли? Я? Нет. Я пытаюсь найти твою маму и папу. Понятно. Может быть, ты тогда знаешь, как выйти из леса? Зачем выходить из леса? Туда нельзя. Там нет деревьев. Но мне же как раз туда и надо. Странная ты. Но я знаю, кто нам сможет помочь. Пошли за мной. Зайчик в прибрыжку начал скакать куда-то в сторону, а Маша поднялась с земли. Ой, ты осторожнее, не упади. Я на двух лапах вообще боюсь ходить. Я так всегда хожу. Да, я уже говорил, что ты странная. Зайчик и девочка пошли по лесу. Причем заяц постоянно жаловался, что девочка медленно ходит и подгонял ее. А Маша шла пешком и иногда пробегала по несколько шагов. У нее уже болели ноги от всей этой бегать не по лесу. Но она старалась не отставать. А ты умеешь летать? Нет. А плавать? Нет. И когтей у тебя нету. И шерсть странная. Странная ты девочка, Маша. Они вдвоем шли по лесу. Девочка была очень рада, что встретила зайчишку. Даже несмотря на то, что он такой глупенький. Кто нам поможет? Спросила Маша, на что зайчик вдруг остановился и начал вести себя как-то по-другому, оглядываясь по сторонам. Ты чувствуешь? Что чувствую? Тишину? Вот именно. Стало слишком тихо, что аж птицы перестали петь. Нам нужно торопиться. Куда? Вдруг Маша из-за спины услышала шелест листьев. Причем уже не такой, как от зайчика, а уже более уверенный и частый звук ходьбы. Она обернулась, но никого не увидела. А когда снова посмотрела прямо, зайчик уже вовсю убегал, что Маша успела увидеть только его пушистый хвостик. Ты куда? Какой сюрприз для меня сегодня? Настоящий человек. Жаль, что такой маленький, но тем лучше. Ч-ч-ч-чем? Маленькие вкуснее, сказал волк, показывая свои клыки во рту, словно огромные наточенные кухонные ножи. Маша вся задреслась от панической атаки. Она так испугалась, что даже забыла, как дышать и ходить. И девочка упала, приняв положение, сидя на холодной земле. Не ешь меня. Как я могу не съесть такой подарок? Проговорил волк, приближаясь к Маше. Девочка от безысходности полностью упала на землю, свернулась калачиком и закрыла лицо в ожидании ужасного. Но волк почему-то не нападал. Она снова открыла глаза и взглянула на хищника. Волк стоял на месте, как вкопанный, и почему-то его лицо от чего-то перекосилось и уже не было таким ужасным. Да и сам зверь как-то пригнулся и смотрел не на Машу, а куда-то выше нее. Девочка решила посмотреть, куда все-таки смотрит волк и увидела над собой ну просто невероятно гигантскую морду бурого медведя. В этот момент Маша словно потерялась в пространстве, что аж от удивления открыл рот. Опять хулиганишь, Серый? У тебя есть три секунды, чтобы я даже следа твоего не чувствовал. И волк словно обожженный удрался под сжатым хвостом, да с такой скоростью, что действительно и трех секунд не прошло, а его уже не было видно. После медведь посмотрел на Машу, обнюхал ее, что аж волосы девочки прилипли к влажному носу Мишки, и косолапый отошел немного назад. Вдруг за ним появился знакомый зайчик, и Маша сразу же поняла, что уже можно не бояться, но трястись она не могла перестать. Еле успел за подмогой! Тебе очень повезло, девочка, что мы успели. Я... 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 Можешь успокоиться. Как ты оказалась в лесу? Она ищет дядю Колю. Не дядю Колю. Я ищу маму и папу. Не обращай внимания на зайчишку. Он немного глуповат. А твоих родителей, я кажется, знаю, где можно найти. Садись на меня. Ты, наверное, устала плутать по лесу. А можно мне тоже сесть на вас? Медведь грозно посмотрел на зайца, что тот аж прижал ушки. Да шучу я, Михаил Потапыч! Так они втроем пошли куда-то дальше по лесу. Маша уже полностью успокоилась, сидя на медведе. А мы точно сможем найти маму и папу? Я этот лес знаю как свои пять когтей. Думаю, что твои родители там, где постоянно бродят люди, собирая грибы. Да, мы тоже как раз за грибами приехали. О, я тоже очень люблю грибочки, особенно осенью, когда они растут. Чувствуешь? Вдруг остановился медведь. Что? Опять тишину? Нет, я чувствую впереди людей. Здесь мы и оставим тебя, девочка. Если пойдешь прямо, то ты выйдешь к людям. Только никуда не сворачивай. Просто иди. Девочка слезла с медведя, обняла его и сказала. Спасибо большое, дядя Миша. Не за что. Больше не убегай от родителей. Да и сомневаюсь я, что они тебя хотя бы на метр теперь отпустят. После девочка присела рядом с зайчиком и сказала. И тебе огромное спасибо, зайчишка. Да ладно, я сам рад, что встретил тебя. Теперь буду всем рассказывать, что у меня есть друг девочка Маша. Правда, наверное, все равно никто не поверит. Поверят. И Маша пошла, как ей сказал медведь прямо, и пройдя всего пару минут, она вышла на несколько человек. Некоторые из которых были даже с ружьями. Один из них увидел Машу и крикнул. Ребята, я нашел ее! Все подбежали к Маше и стали спрашивать, не поранилась ли она, здесь болит или не болит. Дали ей воды и еды. А вскоре и подбежали заплаканные родители, которые схватились за Машу крепкими объятиями и поцелуями. А девочка наконец-то все-таки смогла найти папу и маму. И была просто счастлива от такой простой радости быть с мамой и папой. Ну а на этом наша сказка подошла к концу. И если тебе действительно было интересно наблюдать за приключением девочки Маши, то почему бы не поставить лайк этому ролику? А я уже буду придумывать новую историю. Поэтому подпишись на канал, чтобы ее не пропустить. Ах да! Оставь любой комментарий под этим видео, ведь ты можешь предложить такую сказку хочешь увидеть в следующий раз. Прощание сказочно идет, но надо было уже прощаться. Надеюсь, я создал уют. В твоей душе, мой милый друг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok